Еще одну историю скандального краха педагогической карьеры, оказавшейся похороненной, неуместной интимной откровенностью в соцсетях, рассказал портал kp.ru. Видеозаписи, начинающиеся с заявочек «С вами Светлана Хочу Мужика», как-то не очень добавляли педагогического авторитета преподавателю одной из школ Екатеринбурга, которую издание относит к категории «Одна из элитных». Осмелимся предположить, что номер ее 10 и расположена она на Вайнера напротив Гринвича, где углубленно учат предметы отдельные. 55-летняя Светлана Золочевская в меру углубленно учила здесь детишек отдельно взятой истории, а сама она в историю вляпалась во многом из-за непозволительно неадекватного выбора конкретной социальной сети для своих излияний тоски и женского одиночества, обрушившегося на ее предпенсионную голову. Все свои видеоразмышления грузила она в сугубо детский тик-ток, где на них и направились предсказуемые ее же ученики, а вовсе не ровесники, будь она в каком-нибудь, например, ныне запрещенном сообществе. Бывшая психологиня, зарабатывавшая в прошлой жизни и на жизнь кодированием алкашей от их пагубной привычки, а потом переключившаяся на преподавание детям общество знания перед переходом на историю уже в школе номер 10, выдавала видеобеседы вот такого примерно содержания, которые начинались со слов «С вами Светлана, хочу мужика» и далее цитата. «Сейчас такие мужики пошли, худенькие, в 50 лет на самокатах катаются. С кем я не общаюсь? С моими ровесниками. Но при этом я вижу своего бывшего мужа, который болеет отитом, печенью, почками. А я хочу мужика с характером веселого, мудрого, который на трех работах работает, который все время будет для меня. Я буду его кормить, буду его холить или леять. У него должно быть все нормально по мужской линии». Конец цитаты. «Вполне логично, что родители от такой простоты душевной немного озяблий». Цитата от одной из мам. «На многих записях кажется, будто она под шофе. Считаю, что такое поведение недопустимо для учителя. Какой пример она подает детям? Эти видео вся школа обсуждает. Дети пересылают друг другу». Конец цитаты. Есин пень, что после такого самовыпиливания учительницы, как морального авторитета для учеников, госпожа историчка вряд ли представляла собой сколько-нибудь ценный кадр для школы, типа одной из элитных. Но неправда, что ее оттуда изгнали с волчьим билетом. В городском департаменте образования Екатеринбурга рассказали, что учительница уволилась по собственному желанию. Так что отнюдь не факт, что господа Золочевская не продолжит сеять разумное, доброе, вечное и очень откровенное где-нибудь уже в третьей по счету школе. Если, конечно, не материализуется из ее грез тот самый мудрый месельчак о трех работах на седом коне вместо самоката, которого надо будет кормить, холить или леять, а его всенормальность по мужской части попросту не оставит силы времени ни на какую иную, в том числе и на педагогическую деятельность. Продолжение следует...